Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и моя мама Чоли. Я её называю мама Чоли, мама Света. Как мы назовём твой канал, я не знаю. Будем думать. Здравствуйте! Всем добрый день! Или утро, или вечер. День. День. У нас день. Да, у нас день. Но пока что вы просите, чтобы моей мамы было побольше. Я решила, что сегодняшнее видео о жизни в Ростове, да, видео сегодня будет о жизни в Ростове, о нашем климате, населении, средний заработок работы, аренда, жильё, инфраструктура. В общем, всё, что мы сможем, я тут по списочку охвачу. Кстати, это видео я снимаю не одна. Мы решили с девочкой, с Екатериной Калашниковой, так её канал называется, просто Катя можно. Она молодая мама, у неё двое деток, двойняшек, представляете? И она тоже снимает видео. Мы с ней решили вместе снять видео для того, чтобы было ещё и выбор, ещё и посмотреть. Она с Украины сама, я надеюсь, я правильно говорю. И она будет снимать о жизни в Киеве. Представляете, я в Киеве никогда не была, и мне будет очень интересно посмотреть её видео и узнать, что же она расскажет, какие там зарплаты, как вообще жизнь в Киеве. Вот, я расскажу о жизни в Ростове, она расскажет о жизни в Киеве, и ссылку на её видео я оставлю под своим видео. Поэтому заходите, смотрите, если вам понравится, обязательно подписывайтесь на неё. Также она любит снимать о косметике, о путешествиях. Кстати, у неё Египет, Париж, вот скоро Турция выйдет, в Грузии она была, также любит путешествовать. Ну, иногда снимает о одежде для детишек своих. Ну, я так понимаю, что немного таких видео, потому что, видимо, когда двойняшки, рождаются таких немного людей, да? Да. Но всё же интересно. Мне даже всё равно интересно, как с двойняшками управляться, ты представляешь? Я много раз думала, у меня двойняшки вродились. Ну, нужно, чтобы кто-то помогал, мне кажется. Да. Но у неё есть помощники, я думаю. Ладно. В общем, Екатерина будет рассказывать про Киев, я буду рассказывать с мамулей про Ростов. И потом мы обязательно пройдём по ссылке и посмотрим её видео. Тебе интересно, кстати? Интересно, окей. Итак, первое, с чего мы начнём, в Ростове, о населении в Ростове. Ты знаешь, сколько у нас населения в Ростове? Ой, на данный момент не знаю. Я помню, что было когда-то миллион, но это было давно-давно. Сейчас вообще даже не знаю. Сейчас я посмотрела на 2017 год, миллион 125, но это официально. Неофициально, я думаю, у нас полторашечка вся, да? Ну да, много людей неофициальных тут находится. Потому что у нас город такой, как бы, активненький. Я, знаете, его называю «Мини-Москва». Вот пусть это не звучит для вас, как мне есть с чем сравнить. Потому что я жила в Москве 10 лет, и мне было тяжеловато. Когда я с Москвы сюда приезжала, в Ростов, мне было здесь душновато. И мне казалось, он такой маленький, весь такой необустроенный. Ничего здесь нету. Но когда я уже сюда переехала, я поняла, что это «Мини-Москва». Здесь есть всё. Меня в Москву вообще не тянет. То есть здесь есть всё. Здесь уютненько и компактненько. Да, и есть всё главное. То есть в торговые центры. Потому что мне есть с чем сравнить. Всё под рукой, да? Да. Есть с чем сравнить. У меня вот друзья, допустим, там уехали в Белоруссию по сравнению с Москвой. И говорят, вот там до торгового центра одного куда-то там ехать. Ну, не в столицу, конечно, а вот, допустим, там куда-то. Под Беларусь. Под Минск. Ну, грубо говоря, да, где нету. И вот люди переехали, им тяжело. У меня такого нету. У нас здесь, то есть, ну, я говорю, развлекуха как хочется. Значит, давай начнём с климата. Как здесь климат? Что ты можешь сказать о климате? Ну, я считаю, что здесь очень мягкий климат и тёплый. По сравнению с Москвой, если сравнивать, да? Я же тоже прожила в Москве два с половиной года. И мне казалось, что зима там вечная, что она никогда не заканчивается. А здесь зима коротенькая. И весна рано начинается. А лето? Лето очень длинное. Лето где-то с полгода. Вот с полгода это точно лето. А по жаре вот жарко? Ну, жарко, в принципе, здесь, ну, может быть, где-то месяц, может, полтора. И то не каждый год прям, чтобы так жарко сильно было. Вот. Я помню, что в Москве были тоже аномальные такие, знаете, когда Москва и жара, это намного ужаснее, чем когда Ростов и жара. Потому что здесь все-таки дон, и как-то и купаешься, и озера разные. Ну, не знаю, как-то вот в Москве совсем душно. И пылюка, и поднималась как-то жара до 40 градусов, когда эти торфы горели, там, торфяные какие-то штуки. В Москве много смог вот этот бывает. У нас смога не бывает в городе. Вот. Ну, во-первых, у нас очень много зелени. Даже вот посмотрите сейчас, да, с балкона. У нас все улицы зеленые, даже на центральных улицах везде деревья стоят. У нас, кстати, да, город очень зеленый. У нас много разных парков. Вот начнем, да, по развлечениям каким-то таким пройдемся. Очень много разных парков, очень много зелени. Вот что касается развлечения здесь, для молодежи, для взрослых, куда угодно можно сходить. То есть нет такого, что чего-то нет. Я не знаю, зимой, катки, ну ладно, вот кинотеатры, театры. И это не один какой-то. Торговые центры развлекательные, это не один какой-то. Их много в каждом районе по своему торговому центру, а может даже и по два. Вот, в этом смысле у нас все обустроено, приезжают все время какие-то, не знаю, круто. В общем, далеко ехать не надо, если куда-то надо выехать. Да, да, все в нашем городе, все ехать. Хорошо транспорт ходит во всех направлениях. Инфраструктура развитая очень. Вот я в каком районе не жила, вот я жила до этого в каком-то районе, у меня там было три или четыре садика государственные. Рядом еще частные были садики. Есть садики такие, которые, то есть, ну вот в каких-то городах, может быть, это еще не развито. Но у нас есть, например, уже садики, где подключены веб-камеры, где мамочка может, уходя куда-то на работу, смотреть за своим ребенком. Да, это же не везде развито, это ноу-хау такое, как бы. И у нас в городе это есть, и это не в одном садике каком-то есть. Ну, что касается зимы, шуба у нас в Ростове не нужна, потому что как-то мы шубы покупали, но шуба там, ну, поносишь ты ее, ну, от силы неделю, да? За пару раз свою одел. Ну, я тоже вот в год, в недельку поносишь шубу, и висит она, а потом вот несколько лет я ее отдала, и больше я шубы не покупаю. То есть балуневое пальто, это... Вы резко к зиме перешли. Ну, это я просто так говорю, и даже до Нового года окна и не заклеивали. Тогда еще, когда раньше окна такие старые были, с щелями, деревянные. Не заклеивали. Да. Резко к зиме перешли, но мы сейчас продолжим про инфраструктуру-то, про развлечения, в общем. Про развлечения. А ты куда? А мама никуда не ходит развлекаться, поэтому про развлечения я. Ну, да. Значит, смотрите, про развлечения что еще можно сказать? Бассейны. У нас здесь очень много бассейнов, например, летом. Очень много разных озер и дон. То есть, в принципе, сразу могу сказать, что о Ростове мы будем говорить только хорошо. Я не знаю, какие минусы, но, может быть, в конце мы сначала скажем все плюсы, да, а в конце мы уж подумаем над этими минусами, потому что мама вообще Ростов любит, а она говорит, я не знаю, минусов никакие. Нигде лучше, мне кажется, нет. Надо подумать. Ну, это моя мама, да, которая говорит еще, я в Европу не хочу что там делать, нас там не любят. Ну, если тут все есть, зачем туда ехать? Ну, это мама, поняли, да? Мне здесь очень нравится. Дороги у нас, в принципе, в центре хорошие. Все равно ремонтируют, даже если где-то после зимы там ямы появляются, но все равно как-то ремонтируют. Да, ну, я вам скажу средние. Не так, чтобы у нас прям хорошие, как в Европе. Ну, не идеал, конечно. Или как в Москве. Вот в Москве много хороших дорог. Прям вот можно сказать, что хорошие дороги в Москве. Хотя чуть отъедешь от Москвы, там тоже колдогины. Но у нас и в городе есть колдоги. Ну, нормальные у нас дороги, нормальные. Нормальные, ну, средние, да. По пробкам. Пробки у нас тоже есть, но я, как всегда, в них никуда не попадаю. Так как у нас город очень маленький, в принципе, ну, он маленький по сравнению с Москвой. У нас пробки только в час пик, когда люди утром на работу едут. Ну, это везде вам только в час пик. И после работы. Ну, они как бы рассасываются, и то в центральных только улицах. Но я не стояла долго ни в каких таких пробках. По три часа, как, например, в Москве мы стояли. Как-то оно все быстро проезжает. Ну, да, такого нету, как в Москве, конечно. Ну, а так пробки, конечно же, есть в час пик. Есть. Мне вот не очень нравится в Москве по... Фу, в Ростове мне не очень нравится, знаете, что по дорогам, что не так много широких дорог. Вот у нас открыли, например, сейчас там мост, да, вот в Ворошиловске его перестроили. Там сразу там четыре полосы или пять. И это такой кайф. И ты вот едешь, я вспоминаю Москву. Потому что в Москве очень много дорог широких. То есть, если это третье кольцо, если это садовое кольцо, если это там какая-то трасса, или мы там едем по шоссе какому-то уже, да, на выезд, там, не знаю, от третьего кольца на выезд. Они все широкие дороги. Вот у нас такого как-то нет. У нас какие-то узенькие дорожки. И если попадаются эти широкие дороги, у нас даже самое главное, садовая или красноармейская, две полосы всего. Ну, то есть, не широкие дороги в этом смысле. Ну, три, красноармейская, просто третья полоса для трассы. или там припарковать или транспорт чем-то занята все равно нормально я записала здесь все в такой разнобой поэтому мы немножко в разнобой будем говорить давай расскажем, славится наш Ростов бандитский, город Папа Одесса, мама, Ростов, папа что ты скажешь о безопасности в нашем городе? чувствуешь ли ты себя здесь безопасно? так как-то мне кажется тут все свои хотя ты уже привыкла мне кажется если там ночами любых там ночами пьяный какой-нибудь если ты выходишь на улицу может встретиться в принципе в любом городе если где-то там ночью ты идешь это я вам сейчас расскажу приезжали к нам мексиканцы вот Кристинка там познакомилась с одним парнем и он такой молодой и мы шли разговаривали я говорю, как ты чувствуешь себя здесь безопасно в Ростове? он такой, ну да, да а вообще говорит, ну вот город у вас опасный, безопасный я говорю, ну я говорю, все зависит от человека и вот как-то я так сказала это как бы вроде бы как вроде бы как просто так а есть над чем задуматься все зависит от человека я говорю, если ты будешь идти нормально улыбаться, никому не приставать ну не обязательно там улыбаться как дурачок, да? в общем я там как-то на английском вам объяснила в общем, если ты будешь идти с позитивом никто как бы и не тронет тебя а если ты, говорю, идешь с бутылкой, с сигаретой и такой, чё, чё надо? так, говорю, конечно, здесь небезопасно в общем, вот так мне кажется, днем здесь вообще спокойно вообще, ну... это в любом городе а вот ночью, ну может быть это как и в любом другом городе это может такой случай какой-то там быть есть у нас определенные там районы куда-то, да, вот далеко как бы, ну не знаю неблагополучные, допустим, районы да, какие-то старые районы если люди там живут понятно, что у них нет финансов понятно, что могут они как-то, я не знаю выпивать, да у нас же от чего в основном там выпивают люди и вот живут ну как бы понимаем, да, о чём мы говорим когда они плохо живут, не зарабатывают деньги и вот есть такие районы, например, да? есть? да, мне кажется, это в любом районе тем более у нас даже в центре вот шаг от центра там половина частный сектор и тоже там разного рода люди живут, да? но там может тоже туда вылезти какой-нибудь неадекват короче, в целом у нас безопасный город в целом нормально всё, да конечно, я не переживаю я могу и ночью как бы пройтись но не, конечно, не по парку там по какому-то, где нет освещения и так далее то есть по центру, я думаю, нет особого страха я думаю, что ночью как бы лучше особо не ходить хотя приходилось сколько раз, ну как бы меня, бог не было но вот в Москве на самом деле я вообще ночами ходила потому что в Москву съезжаются от всей страны воры и всё мошенники, они же там собираются их много в Москве, там есть поживицы, там много богатых людей ну да, ну и вот, кстати, мне в Москве было совершенно не страшно там очень много народу и всё освещено и я ночами вообще без проблем там передвигалась в общем, всё нормально, девочки Да, город у нас безопасен. Хороший. Так, много частного сектора. Вот мы сейчас заговорили об этом, что у нас много частного сектора. Например, вот Александровка. Ну, у нас по наддонам вообще практически частный сектор идет. Да, весь по наддонам до центра. Вот, то есть дон, центр, вот такой спуск, и весь все частный сектор. Ну, плюс я жила, допустим, частный сектор тоже был практически в центре. И в центре у нас много. Да, в центре полно частного сектора. У нас очень много частного сектора. Сейчас уже, правда, понатыкали уже среди частного сектора вот этих высоких свечек, да, потому что уже, ну, дома частные, они как бы уходят, 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 но много частного сектора. Вот Нахичевань была раньше полностью частный сектор, а сейчас сколько там уже больших домов, ну, так, выкупают участки земли, ставят дома высокие. Если сравнить с Москвой, например, в Москве вообще, мне кажется, не найдешь вот в центре, в городе частный сектор, в основном, да, все это, а у нас очень много, то есть у нас большинство даже, я бы сказала, частного сектора, мы только начинаем обустраиваться. А я так, как я люблю вот эти все дома, вот это вот все, мне очень нравится среди домов таких ходить, где мы сейчас живем на районе, чем частный сектор. Ты знаешь, я всю жизнь мечтала жить в частном доме, свой дворик, свежий воздух, все дела, и чтобы это было в городе, а не в деревне. Да. Вот совместить как бы и в городе, и в то же время в своем доме, в частном, по земле ходить. Надо поискать такое. Седочку такую там. Так, давай дальше. У нас такое есть, жилье, по-моему. Написано слово «сектара», я думаю, что такое «сектара», думаю, что я хотела сказать этим, сейчас читаю, много частного сектора. Так, давай поговорим теперь о работе. Вот, я думаю, мама у меня последняя, я давно не работала, вот мама у меня работала. Я работала на обычной работе, продавцом, консультантом, да, консультировала. И, кстати, у нас на работе очень много было, наверное, половина или больше половины приезжих, молодых людей, ребята, девушки. Вот расскажи, средняя зарплата, допустим, консультанты. Которые приезжали, устраивались работать, снимали жилье и в общем. Какая средняя зарплата? Ну, в бытовой технике там по-разному зарабатывают, но там можно от 30 и выше. Я не знаю, сейчас вот меняются вот эти заработные платы, но 50 и 60 и 80 было. Хорошая зарплата. Да. То есть, в принципе, ну, где-то от 30 можно найти себе работу. 30-40 должна быть, наверное, зарплата, да, сейчас средняя? Знаешь, я хочу сказать, у меня средние, вот последние два года средняя зарплата 20 тысяч была для одного человека вполне, вполне нормальной зарплаты. Если жилье снимать, ну, может, 25 в принципе, но если опять-таки одному человеку там снимать жилье, ну, короче, как и всегда. Если минус жилье, скажем, 20 тысяч вполне. Мы скажем так, что люди, которые хотят заработать, они заработают хорошие деньги. Ну, можно. А кто что-то средненькое, найдут что-то средненькое. Кто-то минималочку, найдет минималочку. Вот мама говорит, что даже продавцы-консультанты могли по 50 и по 60 тысяч зарабатывать. Ты сама зарабатывала такие деньги. 50-60. Да, ну, я хочу сказать так, какую планку себе человек ставит, к тому он и стремится, и того, кто он находит, того и добивается. Если человек ставит себе планку 20 тысяч в потолок, то, значит, такой потолок и будет. Если человеку 50, как бы хотелось бы зарабатывать, то он найдет работу с такой зарплатой. Вот что надо сказать. Работа есть. Работа есть. Работа есть. Главное, не лениться работать. Работа есть. Просто есть города, которые, да, работы нет, работать нигде. Нет, работа есть. Всякая разная. В цехах людей шьют там и все, что мы. Полно всего. Так, значит, о зарплате мы поговорили. Давайте поговорим об аренде жилья. Об аренде и продаже. Я про аренду сейчас вот скажу, потом мама скажет, не знаю, скажет она что-то или нет по этому поводу. Так как я снимаю жилье, сейчас я вам так могу сказать, что за 25 можно снять отличное жилье. То есть я живу в хорошем районе. Тут все люди, бизнесмены, хорошие, крутые. То есть тут у нас район, мы тут оплачиваем, консьержки, охрана, камеры. То есть все как нужно. Дома красивые, все, в общем, благоустроенное. И это стоит 25 тысяч в месяц. Можно найти жилье намного меньше. То есть вот там, где я жила, например, до этого, моя квартира, ее можно сдавать там, не знаю, 13 тысяч, например. Тоже есть все свое. Частники, дворик, парковочка. Ну это частный сектор, да, ванна, туалет, ну и все внутренности, да, внутри. Все внутренности внутри. Ну стиральная машина, холодильник и где спать. И очень уютно, и свежий дом. Вот. Вообще цены как бы разные. Ну можно хорошую найти, в принципе, приемлемую. То есть я могла бы для себя жилье. Просто для меня было важно именно даже не как в квартире ты живешь. Мы как-то в Москве, перебегу, да, снимали с тобой, ты помнишь? На Цветном бульваре. На Цветном бульваре, да. Офигенная просто квартира внутри, да, как влюбились. Евро, евро, евро. Но как к ней идти, девочки? Там такой подъезд, там такой... Там всегда так было страшно. Я пыталась домой побыстрее забежать, чтобы просто не случилось со мной ничего. Хотя это центр, вот тебе, что это было? Это сам Цветный бульвар, да? Грязный и такой старый, такой... Да, и туда реально было страшно заходить. И мне казалось, что там кто-то поджидает, потому что вроде бы дом в центре, наверняка живут люди не бедные, потому что там мы и снимали недешево эту квартиру. И все время оказалось, что кто-то поджидает. И каждый раз я когда шла, там никогда не горели фонари. То есть суть в чем? Что для меня очень важно, где я живу, что меня окружает. Мне здесь нравится, что прямо я на машине заезжаю, да, и все, все ограничено, все, все, все. Везде камеры, консьержки тебя встречают, как бы, и все настолько безопасно. И под камерами стоит машина твоя, в общем, все за этим следят. И, конечно, за это ты платишь дополнительные деньги. Я думаю, что тысяч 10 я только за это приплачиваю, потому что можно за 15, за 18 потолок взять классную, хорошую квартиру, даже двухкомнатную. Да, за 15 двухкомнатную можно найти, если кому с семьей надо, у кого денег допустим. Это что касается аренды жилья. Что касается продажи жилья, как раз-таки я думаю об этом, да, я мечтаю. У меня, вообще-то, план в 2018 взять квартиру, но не знаю, как он у меня осуществится или нет, с моими тратами. Но я уже приценилась. И вот в этом районе, допустим, где я живу, то есть можно взять за 3 миллиона квартир, одношечку, 48 квадратов. То есть со всеми благами вот здесь, да. Но квартира эта будет, подожди, она там с ремонтом даже, по-моему. Ну это с ремонтом, с консьержкой. Но это минимум, вообще, какой-то мы нашли. Да, это в жилом комплексе, это минимум вот этого, да. А вообще то, что мне нравится, оно, конечно, там 4, 4,5 миллиона, это вот такая цена. Это в жилом комплексе, в хорошем, крутом жилом комплексе, да. Есть у нас еще строится, допустим, там комплекс. Я там не была, не знаю еще, но очень многие там берут квартиры. Там на порядок дешевле, на полмиллиона, на миллион можно дешевле взять. Строй вариант? Я не знаю. Может, даже не строй вариант, вот этот Аксай. Но пока он строится, может быть. Но он пока строится еще, да. И это без отделки будет цена. Ну там уже сдают, а раз там сдают, там уже и перепродают. Но это цена без отделки будет. Ну возможно, не знаю, не посмотрела. Но вообще, если мы не берем вот такие, да, места, как бы, допустим, я люблю, потому что не все люди готовы за это лишние деньги какие-то платить. Просто квартира двухкомнат. Вообще, по-моему, сейчас жилья полно продается. Всякого разного. Да. На любые деньги. Здесь можно даже в коммуналке, если у кого вообще денег совсем мало, комнату в коммуналке 500 тысяч. Купить, да. Да, купить. Не, ну мы говорим сейчас просто о каком-то нормальном жилье, двухкомнатное, например. Ну тут год и до, тут вообще. Мне кажется, за 2-2,5 тысячи можно... Ну это в любом городе сейчас. Фу, 2,5 миллиона. Так, вообще, продающимися жильем. Да. Но все равно, допустим, в Москве за 2,5 миллиона ты ничего не возьмешь. А у нас возьмешь. У нас на порядок ниже цены здесь. И жилье можно здесь взять. Ну ладно, в принципе, все цены в интернете есть, да? Ну да, в принципе, да. Да, достопримечательности. Вау! В общем, достопримечательности. Сейчас я немножко пролеснула, так как достопримечательности. Но лично я, вот мама рассказывает, что как-то она там в детстве, да, вас возили экскурсию. Да, в школьные годы у нас была экскурсия по Ростову. И нас возили на Змеевскую балку, там, где много тысяч людей захоронено, когда война была немцами, да? Я хотела сказать к тому, что ты говоришь, что ты, оказывается, и Ростов-то не знала. Вот мы сейчас начнем с сих пор. Да, в сих пор есть места, где я в жизни никогда не бывала. Проезжаю, бывает там, да, в каких-то местах, там, ну, назад. А я вот так, навскидку, и вообще не могла бы даже сказать о достопримечательностях Ростова. Поэтому мы обращаемся к Google, и я уже здесь немножечко пролистала. И нифигашечки себе, сколько мест, куда я должна попасть. Мы сами еще много чего не знаем. Да, и, кстати, показать. Значит, ну, первое здесь вот, типа, самая-самая большая садовая улица. Ну, да, когда мне говорят, типа, где куда съездить, что у вас здесь, те центры, я говорю, что это большая садовая. Я провела там все детство, я люблю эту садовую улицу. Мне кажется, что она как раз-таки одна из самых главных достопримечательностей. Она уютная, красивая, там очень много всяких бутиков, очень много всяких кафешек вот так на улице. Прям, знаете, как за границей. Она уютненькая, небольшая такая. Всего лишь, по-моему, там две полосы туда-обратно, да, у нас едет? Ну, по две полосы. Не, ну, третья есть, но она ждет транспорт. Ну, там постоянно что-нибудь паркуются. Она сейчас на чемпионате не паркуется, а вообще там паркинг. И в итоге, получается, две полосы всего остается. Вот. Ну, в общем, много всего. Там и парк Горького, и сейчас у нас обустроили вот это к собору. И, кстати, тоже это достопримечательность одна из наших, вот этот собор. Соборный переулок. Собор, собор Рождества Пресвятой Богородицы. То есть у нас огромный собор, но это на центральном рынке есть. Это у нас достопримечательность. И вот как раз от Садовой, вот этот переулок соборный называется, он ведет к этому собору. И он как раз сейчас уже, ну, как проезжие там закрыто, не проезжие, а пешеходные. Да, я знаю, там очень красиво, очень фотографируется. Все там ночью все подсвечивают, лавочки, кафешки тоже всякие. Зимой там лампочки такие, красиво все. Там, кстати, этот находится ресторан Квентин, где мы ели устрицы по 119 рублей. Офигенно. Я теперь вспоминаю, каждый раз я хочу. Ты не хочешь со мной на устрицы пойти поедать? Нет, я не люблю морепродукты. Я люблю. Левенцовская крепость. Ты была когда-нибудь там? Я на Левенцовке даже не помню, была ли. Я на Левенцовке. Именно так именуются руины древнейших поселений в Ростовской области, датируемых 18 веком до нашей эры. Городище было построено племенами катакомбной явной культуры Дона. И его нередко сравнивают с знаменитой Трогей. Но если ты сейчас будешь все это, такие подробности рассказывать, вообще нужно взять экскурсию, и может быть даже нам с тобою, не знаю, или сама может быть, как-нибудь прокатишься по экскурсии по городу. Ну, в общем, советую, если люди у нас, гости, например, города будут, да, то я советую, наверное, стоит, все-таки это очень интересно, взять экскурсию по городу, и покажут достопримечательности, там, на набережной, театральная площадь, Змеевская балка, и у нас много есть театров, театров, кинотеатров. Пусть проведут, да, я как темно не знаю. Мне было очень интересно, несмотря на то, что мы тогда еще все-таки школьники, нас попробуй заинтересуй, но я хочу сказать, что история города там рассказывается, каким он был еще с самого-самого начала еще испоконим. Надо с Кристинкой поехать. Да, что у нас даже, вот я запомнила, что у нас город Нахичевань, сейчас у нас, как бы, район Нахичевань, он находится в центре, как бы, города, да, а раньше это был отдельный город. Там армяне жили? Садовая, да, садовая, вот где садовая, до театральной площади, вот там центр, где частный сектор, все, это был как город Ростов тогда, но еще, когда он только основался, до театральной площади, а за театральной площадью, вот эта театральная площадь, она была как граница, а за театральной площадью уже была Нахичевань, и туда Екатерина поселила армяне, это был уже как другой город, и когда шел трамвай, до границы одна цена была, за границей была другая цена, в общем, это было очень интересно слушать. Еще в гости, да, такие вещи, да. Я пойду, я найду девочки, обязательно вам сниму. Дальше, да, просто примечательность наша, это наша набережная, наша шикарнейшая набережная, ее так обустроили, там можно взять тепло, походик, прокатиться, там у нас есть ресторан, пирс, очень классный, красивый, там много, как в этом, да, день рождения я в этом отмечала наверху, у нас Астори, по-моему, там, не помню, или Ассорти, вот, Ассорти, да, наверху, на самом, так красивый вид дона, вы даже можете посмотреть, как раз-таки на набережной, мой день рождения, там поющий фонтан, фонтан, поющий, да, поющий фонтан, детки бегают, там, ну, очень красивая набережная у нас, на нее обязательно стоит прийти. Парамоновские склады, я была на парамоновских складах, там такое, знаете, как вода какая-то зеленая, там очень много фотосессий делают, ну, в общем, красиво, я постараюсь повставлять сюда фотографии. Да? Да. Одна из главных достопримечательностей Ростова-на-Дону представляет собой руины, но даже в таком печальном состоянии парамоновские склады производят сильное впечатление. Стены из добротного красного кирпича напоминают крепостные развалины, а бьющие повсюду родники создают причудливый водопад. Мы купались там как-то, ходили с Кристиной. Разные административные, вот я смотрю, административный корпус Ростовского университета, потом еще тут ботанический сад Юфу, я не была никогда, тоже, посмотри, как красиво. Я не знаю даже где это. Фотографии очень красивые. Я давно уже нигде не была. Аквапарк, Донпарк у нас есть, да, у нас, кстати, не один аквапарк, вот Донпарк, это который на набережной у нас последний аквапарк, очень большой построили, я, кстати, там тоже еще не была, Кристинка была несколько раз. Вот какой-то тоже главный корпус Варшавского университета, видимо, это наши достопримечательности, как-то красиво построено, ну, красивые здания. Дом братьев Мартын, я не была, красный дом, на Большой Садовой, я, может, его и видела, но никогда там не была. Дом Ивана Азварыкина, то есть у нас достопримечательность, дом купца Гонч-Алуева, дом Маргариты Черновой. Вообще у нас в центре архитектура, она своеобразная в своем стиле Ростова. Я помню, как-то я приехала на автобусе с какого-то города, и получилось так, что я лежала на сидении, просто как бы там дремала, лежала на сидении, и мне в окно были видны только, ну, фасады зданий. Я даже не поняла, что мы въехали в Ростов, я смотрю на эти фасады зданий, думаю, какие интересные и красивые фасады. А потом я поднялась с этого сидения, думаю, Леонид, это же мы по Садово едем. Представляешь, ты не раздавала. Представляешь, да. В общем, очень много у нас таких зданий. Потому что мы ходим и не обращаем внимания. Змеевская балка. Вокруг чего, какой красоты мы живем. А где эта Змеевская балка? Я была там, я не могу тебе сказать, как туда проехать, просто мы это место как-то обижаем. Это где-то за Венведом, где-то туда. Да, железнодорожный район. В общем, у нас достопримечательностей много, представьте себе, что мы здесь живем, и о них не знаем. И я думаю, я прям как хорошо, что вы попросили снять меня это видео. Я обязательно хочу вообще просто сначала взять экскурсию общую, а потом какие-то частные моменты, которые мне понравятся, и локально их посетить. И ты снимешь, и покажешь людям. Да. Это будет очень интересно, кстати. Ты будешь смотреть? Конечно, с удовольствием. Да, ты будешь с малым тогда сидеть, пока я поеду все это снимать. Хорошо. Все, мои хорошие. В общем-то, в принципе, и все. А что еще можно сказать о Ростове? Приезжайте и сами все увидите. Да, приезжайте, сами все увидите. Это видео «Мой путеводитель». А я сейчас вместе с мамой пойду, как раз я это видео уже выложу, и мы пойдем, в общем, по ссылочке, которую я оставлю под видео, на Катюшу. И мне очень интересно, что же она расскажет о Киеве от первого лица, как она там живет и что у них интересного. И я вообще очень хотела бы в Киев попасть, потому что я была в Украине, в Одессе, я была в Харькове. У меня даже друзья там какие-то живут, девчонки в Москве, мы познакомились с ними. Рассказывали очень много о Крещатике, да, Крещатике, да, какая-то улица. И, в общем, мне бы хотелось там побывать, но пока что нет возможности. Но я с удовольствием послушаю Катю и посмотрю, как она там живет, как вообще. Вот. Заодно передаю Украине привет и передаю Ростову привет любимому и вообще всем. Вот. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, наше видео было интересное и полезное. Что? Ставьте... Что? Ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все полезные ссылки под видео. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео, да? Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok